Жень 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 Если кто-то не знает Знаете, что я делаю всегда? Перед тем, как начинаю делиться словом Засекаю время Здесь Максим говорил Борис говорил, что они Много могут говорить Они не много могут говорить Я могу говорить много Окна закрыты Евтик не упадет У меня есть привилегия после обеда с вами делиться Потому что после обеда хочется спать Если кто-то Не будьте вы так внимательны И можете пропустить Даже если я что-то не то скажу Кто-то задремет И увидит сновидение Потом будет делиться с нами Я сегодня хотел поделиться с вами отрывками Из второй книги царства И давайте мы откроем Девятнадцатую главу сначала Девятнадцатую главу Второй книги царства Что когда везде будет шелест Потом вспомнить, что у некоторых электронные устройства Хорошо С первой стиха я прочитаю И сказали Иаву Вот царь плачет И рыдает об Авесоломе И обратилась победа того дня В плачке всего народа Ибо народ услышал в тот день И говорил, что царь скорбит о своем сыне И входил тогда народ В город украдку Как крадутся люди стыдящиеся Которые во время сражения Обратились в бегство А царь закрыл лицо свое И громко взывал Сын мой Авесолом Авесолом сын мой Сын мой И пришел Иав к царю в дом И сказал, ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих Спасших ныне жизнь твою И жизнь сыновей и дочерей твоих И жизнь жен И жизнь наложниц твоих Ты любишь ненавидящих тебя И ненавидящих любящих тебя Ибо ты показал сегодня Что ничто для тебя и вожди и слуги Сегодня я узнал, что Если бы Авесолом остался жив А мы все умерли То тебе было бы приятнее И так встань Выйди и поговори к сердцу рабов твоих И поклянусь Господом Что если ты не выйдешь в эту ночь Не останется у тебя ни одного человека И это будет для тебя хуже всех бедствий Какие находили на тебя От юности твоей даны Давайте помолимся Господь Небесный Я прошу тебя Ты Духом твоим святым Сейчас говори сам к нам Со страницы слова твоего Чтобы твое семя Селось в наши сердца Чтобы мы смогли разбавить это верой Которую ты нам даруешь Господь И чтобы это слово Это семя растворенную верою Нашей оно принесло плоды Благослови нас пожалуйста во имя Иисуса Аминь И вы знаете я Несколько раз от верующих людей Слышал о царе Давиде И когда я слышал о царе Давиде Я слышал такие Истории Что вот человек верующий Начинает Ну новую обращенность скажем так Он начинает читать Библию Он начинает читать про царя Давида Такой славный царь Удивительные истории Победы над Голиафом Пастух Муж по сердцу Божьему Такой благословенный человек И потом Грех с Версалией И потом Убийство Своего друга Который за него жизнь Готов был отдать Удивительные И люди Когда читали Эти истории Они мне потом говорили Слушай Женя Ну я не понимаю Я вот не понимаю Ну как у него Ну вообще да Ну вообще непонятно А я Не всегда отвечал Но всегда думал А я понимаю Вот для меня это вообще понятно Мне понятно Что я так же мог бы поступить Я понимаю Своё лукавство Свою греховную природу Я понимаю Что без Вмешательства Бога В мою жизнь Я мог бы сделать Хуже Чем Давид И делал В прошлой жизни До Христа Гораздо хуже Мне понятно Когда человек Искушаемый Грехом Проигрывает Для меня это естественно Почему? Потому что я много раз Проигрывал Искушаемый Грехом Есть здесь люди Которые не проигрывали никогда? Нет? Ну была одна история В Писании Которую я не мог Понимать О царе Давиде И эту историю Я сейчас прочитал Я не мог понять О царе Давиде Почему он так поступает? За него Бьются его лучшие друзья Да? Они Рискуют своей жизнью Они Воюют С тем Кто восстал на него И тут сказано Обратите внимание Что они Спасли не только Твою жизнь Но жизнь сыновей Дочерей И жизнь жен То есть у Давида Еще помимо Аверсалона Были другие сыновья У него были дочери У него были жены И Его верное войско Она бьется За него С теми Кто на него восстал И он даже не благодарит их Он сокрушается и плачет И не могут понять Я мог понять Что он проигрывает Искушением греха Я мог понять Много В жизни Давида Я мог понять Когда он пастух Вышел на Голиафа Я это Могу как бы Ощутить Представить Потому что И в моей жизни Бывали моменты Когда Бог наполнял меня Давал какую-то дерзновину И я делал вещи Несвойственные Мне В обычной жизни То есть Как-то поверь Может быть там Голиафов не было Но я Мог свидетельствовать Ну Людям каким-то Которым Ну Не свидетельствовал бы В обычной жизни своей Или там Не имел бы с ними Такого общения То есть Бывали моменты Но не могу понять И недавно я понял Я хочу этим с вами поделиться Мне кажется Что я прикоснулся К краешку Сердца Давида Вот в этой истории Бог как-то мне Открыл ее И Для того чтобы Мне понять Сердце Давида Почему он здесь Так поступает Я хочу Обратить ваше внимание На Вторую книгу царств И вот есть несколько персонажей Первый это Иав Иав И вот давайте Мы немножко вспомним Пробежимся Итак Иав Иав это военачальник Это был Кто он? Он был родственник Давида Или нет? Кто знает? Сыны Саруи Саруи Это кто была? Сестра Сестра Давида То есть соответственно племянник Иав был Да? Итак Иав И Иав он был Верный Давиду человек Но Каким образом Он стал вообще военачальником В Израиле? Каким образом Бог доверил ему целое войско? Каким образом? Благодаря Давиду Правильно? Давид Был помазан В цари Потом Он был Взят на службу к Саулу Потом Он был выгнан И к нему Пришли Ну И родители его Родственники Да? Так семья мы понимаем И отверженные еще И вокруг Давида В принципе Вокруг фигуры Давида Собралось целое войско Там сначала 400 человек Было И потом Росли 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 Они И в конце концов Давид стал царем И Иав Стал военачальником Над народом Несмотря на то Что он был сильный Да? Он там Действительно Смелый И отважный Но он стал Благодаря Давиду То есть Не стал бы Давид царем Ну Сильных и смелых людей В Израиле было много Где бы была Аф Ну Там Колено Давидову Там Племя Она не была очень Известная Бесарского рода И все такое Вот И Вот Характеристика Иава Он был верный Он воевал за Давида Он рисковал Своей жизнью Но В нем была одна черта И Эта черта Это Жажда справедливости Может быть Она не плохая Ну вот так мы думаем Ну а что плохого Справедливый человек Однажды Иав Иав Это вторая глава Третья глава Второй книги царств Откройте Он Двадцать седьмой стих Ну там Все истории я читать не буду тоже Вы более-менее их все знаете Кто не знает Если То можете Дону на досуге прочитать Ознакомиться Вот Двадцать седьмой стих Однажды Иав убил Авенира Убил Авенира Авенир Он служил у Саула Был военачальником Сначала Потом когда Саул погиб Он стал военачальником У сына Саула И за что его убил Иав Вроде бы ничего такого Да Ты убил врага Но Он убил его Когда тот был безоружен Иав убил Авенира За то что В свое время Авенир Убил сын Брата Иава Одного из братьев Было трое сыновей Саула Да Он убил Асаила Самого Молодого Брата Иава Он убил То есть Иав Когда убивал Авенира Он упстил за кровь И Нам надо понимать с вами Что по законам Ну ничего плохого не было В том Чтобы отомстить за кровь Душу за душу Там вот Боря говорил Глаз за глаз Зуб за зуб Ожоб за ожоб Душу за душу Не было ничего плохого В том что Иав Убил вот этого Авенира С точки зрения Закона Божьего Он сделал то Что на его месте Должен был бы сделать Каждый мужчина Убили твоего брата Вендет Пошел Убил того человека Который там Расправился с твоим братом Потом Иав Мы видим его так же Он продолжает быть Славным Сильным Военачальником Он делает там Хорошие вещи какие-то Например Когда он Почти что захватил Город И уже должен был войти Ну перекрыл реку Да Доступ воды в этот город Уже город должен был упасть Он пригласил Давида Для того чтобы Слава вся Давиду досталась То есть он был на службе У Давида Но он был справедливый Человек Он вот Вот эту справедливость Он ее прям желал Кто из вас хочет Чтобы справедливость была в мире Есть такие люди? Ну там На дорогах вас подрезают Я не знаю как у вас В Москве вот эти с мигалками ездят Ну вот Хочешь справедливости Перекроют за них Дорогу на целый час Понимаете Все стоят Один проехал какой-то Человек А люди В пробках стоят И вот В Яндекс Картах там Навигаторы Можно комментарии оставлять И вот там Комментарии Про Этих людей Благословения Все их благословляют Вот То есть Мы люди так созданы Что мы хотим Чтобы была На этой земле Справедливость И когда Бог дал народу Израильскому закон Это был Справедливый закон Это был Удивительный Справедливый закон Так Чтобы народ Израильский Стал светом Для всех других народов У которых не было Такого справедливого закона И Аф Для меня В этой истории И вообще В книге царств Олицетворять закон Он стоит На службе у царя Он справедлив Он очень справедлив И Однажды Это справедливый закон Это восемнадцатая Теперь глава Книга царств Как раз происходит Вот эта битва С первого стиха Прочитаю И осмотрел Давид людей Бывших с ним И поставил над ними Тысячи начальников И сотников И отправил Давид людей Третью часть Под предводительством Иова Третью под предводительством Авесы сына Сороина Брата Иавы Третью часть Под предводительством Ефея И сказал царь людям Я сам пойду с вами То есть Авесолом восстал Его войско Будет битва сейчас Войско Авесолома Сына Давидова И Давида И Давид отправляет Своё войско Под предводительством Трёх людей Один из которых Иав И пятый стих И приказал царь Иаву Иавесе Иефеве Говоря Сберегите мне Моторка Авесолома И все люди слышали Как приказывал царь Всем начальникам Об Авесоломе То есть царь посылает Этих троих военачальников И просит Их Не убивать Авесолома Своего сына Который восстал на нём И идёт с самым войско Из девятого стиха И встретился Авесолом с рабами Давидовыми Он был на муле Когда муф бежал с ним Под ветви большого дуба То Авесолом Запутался волосами Своими в ветвях дуба И повис между небом и землёй А мул бывший под ним Убежал То есть битва эта происходит Войско Авесолома Было разбито Авесолом спасается Но застревает там в роще дубовой Попал в ловушку Мул этот убежал Людей никого нет И увидел это Некто и донёс И Аву Говоря Вот я видел Авесолома Висящем на дубе И сказал Ав Человеку Донёсшему об этом Вот Ты видел Зачем же Ты не поверк его там На землю Я дал бы тебе Десять сиклей серебра И один пояс И отвечал тот и Аву Если бы положили на руки Мои и тысячу сиклей серебра И тогда я не поднял бы руки На царского сына Ибо слух нас царь И был ещё жив На дубе Ну и там окружили его Отроки Аресолома И добили его То есть смысл в том Что Аресолом И Ав Он жаждал справедливости Он всегда Был справедливый такой Наказал убийцу своего брата Теперь он наказывает Того Кто восстал на царя Он этому царю Служил верой и правдой И он Увидел в приказе Давида Слабость Он увидел В том Что у Давида После встречи Аресолома Слабость Давида Он ему говорит Как бы ничего Давиду не сказал Но когда он встретил Этого Аресолома Безоружного Беззащитного Он его убил Это характера Закона Закон Который в принципе Стоит на службе у царя Но он спрятлив Он готов уничтожать врагов Царя Он их не мил У него милости не существует У закона Теперь давайте посмотрим На историю Аресолома Аресолом 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 Он был третьим сыном Давида Причем он был Сыном Это В третьей главе Третий стих Опять же второй книги царства Да Третий глава Третий стих А второй сын его Далуя От Авегеи Бывшей жены Навала Кармелитянки А третий Авесолом Сын Маахи Дочери Фалмая Царя Гесурского Авесолом был третьим Сыном И он был От дочери царя Гесурского Язычниц Ну Нас это может быть не очень сильно касается Но касается нас то И мы Похоже это увидим Что его мама Она была дочерью царя тоже Только не израильского А Гесурского То есть дедушка Авесолома По материнской линии Чувствовал себя очень хорошо Ну он царем был Да там В определенной местности В экономическом плане Хорошо не знаю Насчет Других всех аспектов его жизни Итак Этот Авесолом Живет Живет Являясь третьим сыном При дворе Пока Не происходит Некие события Они описаны В тринадцатой главе Но их полностью читать не будем Я думаю что многие из вас Их тоже знают Если не знаете Сами почитайте А события эти Происходят в том Что первенец Давида Амнон Начальник Начаток силы его Да Считалось что первенец Он Вот начаток силы Как бы Ему все принадлежит Он Продолжение Отца Ну и в общем то Дома отца И вот этот Амнон Он восстает Против Воли отца Ну каким в плане он восстает Он Он Изнасиловал Фомарь Фомарь Это была его сестра Сводная по отцу Она была Сестрой Ависалом Разной матери Отец один Давид Он изнасиловал Сестру Ависалом И вот Ависалом Что он делает Бежит И как мужчина с мужчиной Разбирается С этим Амноном С первенцем Сразу Когда он Ну Бесбольных бит не было Ну что-то там он Сделал Да Нет он так не делает Библия говорит нам Что Ависалом Он ждет два года Он ждет два года И по прошествии двух лет То есть он сестре говорит там Не плачь не рыдай Успокойся И по прошествии двух лет Он убивает Амнона Когда тот тоже Является беззащитным Безоружим То есть два года Человек Вынашивает План мести Ависалом Он Жаждет Мщения Но мщение Он не произвел сразу Возможно он Понадеялся на Давида Что отец разберется Отец Отец никак не наказал Амон Он разгневался Описывается Да Ну не знаю Наверное как-то наказал Но имеется ввиду там Не отлучил его от престола Не изгнал его Никак не отомстил ему За свою дочь И Ависалом не может этого простить Он два года Он Вынашивает В своем сердце План мести Как ему Отомстить Этому Человеку Который Его сестру Изнасиловал Я понимаю Я понимаю Давид Мог Согрешить Сури Ой Сверсавель И убить Чуде Я понимаю Я тоже понимаю Ависалом Я ставлю себя на место Ависаломы Если бы кто-то обидел Там Ну сестры у меня нет Но у меня есть дочка Я не знаю Я Я надеюсь Что Бог даст силы Если когда-то Что-то подобное Будет В моей жизни В жизни моей семьи Или еще где-то Что Бог даст силы простить Но я не знаю Смогу ли я Да? Ну и вы каждый Кто мужчина Вы можете сами поставить себя на место Это да? Вот это вае салон То есть беззащитную девушку Молодую Взял Вот этот вот первенец Которому и так все будет принадлежать Вот он и так Вот такой весь здесь Мажор скажем так И делает с ней что хочет И ему за это ничего не делает отец Отец А где справедливость-то вообще? Это в моей жизни происходит Ты понимаешь Это моя сестра Я брат ее Старший Я должен защищать ее Во-первых Ты ее должен защищать Ты отец Но раз ты ее не защитил То я должен ее защитить Но он не может сразу Он не может И он живет в этой ненависти Но приходит удобный момент Удобный случай Либо он силы набрался Либо просто уже Вот эта ненависть Она производит Которая в нем живет Она живет в нем Это понятно Производит свои плоды И он убивает Амона Вызывая ему там Овец Стричь туда-сюда Вот И После этого что он делает? Он убегает Куда убегает? Ну к дедушке конечно Тот царь Наверняка там есть где остановиться Царь Гесурский Убегает к дедушке И живет там какое-то время Вот это Али Солом Живет там какое-то время И знаете кто его приводит Обратно к Давиду? Иав Иав Олицетворение закона Справедливый Иав Жаждущий справедливости Он приводит его Возвращая к царю Давиду В какой-то момент Иав видит Что сердце Давида Успокоилось Из-за убийства Амона Что он натешился Что его сердце опять Расположено к Авесолому И тогда Иав там Поцелает женщину Которая рассказывает Вот эту притчу про двух сыновей Ну сами почитайте Вторую книгу царства Там это Описано все подробно И в конце концов там С помощью хитрости Которую кстати царь Давид Раскусил Иав возвращает Авесолому Ко дворцу Возвращает Авесолому Ко дворцу Но Возвращает Возвращает У него нет доступа К царю Он живет Рядом Но к царю Прийти Он не может Закон Детоводитель Детоводитель Ко Христу Говорит И он нас приводит Близко К присутствию Царя Но в самом присутствии Благодаря закону Мы войти не можем Нам нужен последник В этом завете Это был первосвященник И В этом Ахисолом Ахисолом И не имея возможности Видеть его лицо Опять вызывает Вот этого Иава Сжигает его поле Чтобы тот пришел к нему и говорит, да лучше бы мне было вообще не возвращаться сюда. Там я живу царя Гресурского, мой дедушка, я минимум его лесу видел. А здесь я живу в реальности, вроде бы, да, с этими благословениями, с этими столами, с этой жизнью, но я не могу видеть лица царя. И тогда Иоанн идет к Давиду, рассказывает ему это, и Давид говорит, позови ко мне Ави Солом. Иоанн Солом приходит, 14 глава, 33 стих, я прочитаю. И пошел Иоанн к царю, и пересказал ему это, и позвал царя Ави Солома. Он пришел к царю, и пал лицом своим на землю при царем, и поцеловал царь Ави Солома. Чтобы восстановились отношения между сыном и отцом, сыном и царем, нужно было, чтобы сын пришел, пал на землю, поклонился царю, да, покаялся в том, что он сделал. И тогда царь поднимает его целую и принимает его уже к себе, да, то есть все Ави Солом с того момента жил при царе, да, при дворце. После этого, после этого что происходит? После этого происходит то, что Ави Солом, живя при дворце, с 15 главе это написано, ну, с 1 стиха. Завел там у себя колесницы, лошадей, 50 скороходов, то есть он при царе живет во дворце, он начинает себя чувствовать хорошо, ну, в материальном плане. Тут у него скороходы появились, курьерская служба, Дэйшел, или как там? Дэйшел, вот так, лучше. Вот, скороходы, колесницы, лошади, 150 или 200, ну, за 200 налога много. Ну, в общем, нормально у него все. И он вставал рано утром, становился при дороге у ворот, и кто-нибудь, имея тяжбу, шел к царю на суд, Ави Солом подзывал его к себе и спрашивал, с какого города, тот рассказывал свою историю, и тогда говорил ему Ави Солом, вот дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. Вера Ави Солома в справедливого отца, в справедливый суд царя пошатнулась еще тогда, когда была изнасилована его сестра Фомарь. И несмотря на его покаяние, до конца поверить в то, что отец его справедлив, может выслушивать народ, справедливо все судить, он не может, да? Он это людям говорит, ну, некому тебя выслужить. И таким образом он вкрадывается в сердца. Он хочет сам занять уже место Давида, потому что он считает, что Давид, он несправедлив. И Ави Солом в этой истории для меня лично, я слышал разные версии там, кто, как, но для меня лично он символизирует человека, такого человека, как я. Такого человека, который однажды согрешив, был отлучен навсегда, от присутствия царя, от присутствия Божьего, который не мог получать благословение Божьим. Бог этого человека возвращает в свое присутствие, возвращает к себе, да, к своему престолу, дает ему все необходимое для жизни, благочестия, скороходы тебе там, не знаю, колесницы, живи, радуй. Но человек этот, он все равно бунтует где-то против Бога. У него есть вот этот бунт. И вот Ави Солом для меня ассоциируется с человеком, очень сильно похожим на меня, очень сильно похожим. И после того, как Ави Солом начинает бунтовать, он набирает себе войско, они выстают против Давида, и происходит событие, которое мы уже читали, описанное в 18 главе. Ну давайте мы еще раз к ним вернемся. Эти события когда происходят? С девятого стиха. Встретился Ави Солом с рабами Давидовыми, он был на муле, мула бежала с ним под ветви большого дуба, Ави Солом запутался волосами своими в ветрях дуба и повис между небом и землей. Я стих начну, вы закончите. Проклят всяк, висящий на дереве, а Вес Солом попадает в ловушку и повис на дереве. Что делает Иав, который олицетворяет закон? Он уничтожает грешного человека, который висит на дереве. Он уничтожает его. Он даже не думает о милости к нему. Он закон, он справедлив. Он должен убить то, что восстало против Бога. То, что согрешило. То, что отлучено от Бога и лишено его славы. Несмотря на то, что этот же самый закон в свое время привел его к отцу и к царю. Именно этот же самый закон. Именно этот Иав привел его к Давиду. Именно он просил его. Но в этом случае, после пункта человека, закон убивает. Закон убивает того, кто висит на дереве. И тут я понимаю сердце Давида. Я понимаю сердце Давида. Я только немножко, краешком своего сознания, прикоснулся к этому и понимаю, почему он плачет. Потому что Бог плачет о грешном человеке, который бунтует против него и восстает. Бог сам взял на службу к себе этот закон, который означает, что грешному человеку надлежит смерть. Бог сам взял и поставил на свою службу этот закон. Как царь Давид сам вознесся аву этого для дового и начальника. Но Бог плачет. И Аф не понимает. Люди не понимают. Ну почему плачет царь? Ну мы же победили. Ну все нормально. Ну мы же справедливость восстановили. Мы же так жаждем внутри себя этой справедливости. Мы хотим жить по этой справедливости. Мы хотим, чтобы восстающие на нас были повержены. Мы хотим, чтобы очередей в детских садах не было. Коррупция там. Ну что, да там. Что нас беспокоит с вами? Мы хотим, чтобы все было справедливо в этом мире. Как этого хотел Аф. Очень желаем внутри себя. А царь плачет. Он плачет и говорит в 33 стихе 18 главы. «И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так, «Сын мой, Авесолом, сын мой, сын мой, Авесолом, о, кто дал бы мне умереть вместо тебя? Авесолом, сын мой, сын мой». И Давид является прообразом сердца отца. Отец захотел умереть ради нас. Чтобы этот закон, который он поставил на свою службу, не пригвоздил нас к этому дереву, на котором мы должны висеть. Мы, отлученные от славы Божьей, мы, бунтующие против Бога и желающие какой-то там справедливости, о справедливости мы говорим. После того, как Бог привел нас в свое присутствие, мы тут вот становимся справедливыми. Да все у нас есть, колесницы там, скороходы, все есть, живи. Живи в этой благодати, радуйся. Ты возле престола. Хочешь справедливости? Я очень хотел. И знаете, что произошло? Когда Давид умирал, он сказал своему сыну, Соломону, чтобы Иоав с миром не сошел в могилу. Тоже прообраз. Сын царя уничтожил закон. И это сказано в послании к Римлянам. Христос конец закона. Потому что тот, кто хочет жить по закону, закону и осудится душу за душу, это не в одну сторону только работает. Проливающий кровь пожнет на себе. Даже если он ее проливает справедливо, как думал Иоав в этой истории. Он же на службе у великого царя Давида. Но знаете, кого я еще обнаружил в этой истории? Мудрейшего человека. Он в Реде жил. И он жил во всех домах одновременно. Никто. Мы его так и называли. Один раз я вообще не поймал. Он убежал, куртку оставил. Оказалось, никто. Венчая куртка. С одиннадцатого стиха. А, ну даже с десятого. С десятого стиха. И увидел это некто, и донес Иоаву, говоря, вот я видел Иоависолома, висящего на дубе, и сказал Иоав человеку, донесшему об этом. Ты видел? Вот ты видел. Зачем же ты не поверк его там на землю? Я дал бы тебе десять сиклей серебра и один пояс. И отвечал тот Иоаву, если бы положили на руки мои и тысячу сиклей серебра, и тогда я не поднял бы руки на царского сына, ибо вслух нас царь приказывал тебе и о весе, и о фею, говоря, сберегите мне отрока о весоломом. И если бы я поступил иначе с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя. И ты же восстал бы против меня. Ну, мудрый оказался этот никто. Он очень мудрый. Он знал волю царя, которая не согласовывалась с законом по отношению к этому восставшему сыну. И он поступил к нему не по закону, а по воле царя. И когда закон ему сказал, если бы ты поступил по закону, я бы тебя там одарил, наградил тысячу сиклей серебра, этот мудрый никто. Он сказал, я что? Ведь ты закон первый же потом восстал бы против меня. Но еще на один момент я хотел бы обратить внимание. В этой же второй книге царств сказано, что у весолома, у него был сын и три дочери. И вот 18 стих, 18 главы. А весолом еще при жизни своей взял и поставил себе памятник в царской долине. И бы сказал он, нет у меня сына, чтобы сохранилось в памяти имени моего. И назвал памятник своим именем. И называется он памятник весолома до сего дня. То есть до этого, в 14-й, по-моему, главе говорится, что у него есть сын и три дочери, а в 18-й главе говорится, что он поставил себе памятник при жизни, потому что нет сына. Что произошло с сыном весолома, я не знаю. Может быть, он умер в болезни, и именно поэтому весолом был где-то ожесточен. на жизнь, на царя, на все, что происходит. Может быть, он погиб в какой-то битве, этот сын. Библия нам не говорит. Но то, что нам Библия говорит об весоломе, то, что он хотел при жизни, уже поставил себе памятник. И тут я понимаю весолома очень хорошо. Мне тоже хочется возвеличиться, быть каким-то там удивительным человеком, каким-то особенным. Смотрю, как он на гитаре играет. Ну, хочется. Не могу так. Или вот почему бы на радио не выступать, да? Да что там говорить? Готовясь к этой проповеди, я все переживал, что я ничего толком сказать не смогу дельному. И буду выглядеть здесь, как пустышка какая-то, да? Даже перед вами. Вот представляете, перед собой. И вообще каждый человек, он на грани всегда балансирует. Отдать славу Богу за свои действия или на себя ее примерить. И нам очень легко примерить ее на себя. Очень легко. Это наша естественная сущность. Греховная натура, которая с нами от рождения. Мы во Христе родились. Ну, кто во сколько, да? Ну, не с рождения, да? Кто-то уже, может быть, во Христе дольше живет. Ну, в основном мы во Христе родились уже будучи взрослыми, сформированными людьми. А до этого мы жили с этой греховной натурой, для которой, естественно, было славу брать себе. Мы аплодировали нашим деткам и мне аплодировали мои родители, когда я в детском садике, там, на утреннике стишок рассказывал. И мою греховную природу все общество, весь социум, он возгревал. Ты должен стать кем-то. Учись хорошо, ты должен чего-то достигнуть. Ты вот, ты-ты-ты-ты-ты-ты, сыночек, расти сначала, потом там, для чего, для чего, для чего, для того, чтобы что-то достигнуть. Все вокруг меня возгревало мою греховную природу. До 24 лет. 24 года мне первый раз сказали, да ты умри, действительно. Умри? Что вы говорите? Я не понимаю по-испански. Нам легко взять славу себе. И вроде бы она нам даже и принадлежит, ведь мы дети царя. Ну а почему бы нет? Ну так. Памятник себе поставим. Сделаем что-то такое. Прорыв. А никто, он говорит, я волю царя знаю, хоть ты меня озолоти. Ничего мне не надо. Я исполню ее. Потому что, если я ее не исполню, ты же потом меня добьешь в темном подворотне. Он мудрый. Этот никто. Никогда. Только Курт поставил. Я уже заканчиваю свою проповедь, но хочу закончить, прочитав один отрывок. Это первая Коринфиана. Первая глава. Известные стихи для нас. Очень сильно. Для всех. 18 стих. Ибо слово о кресте для погибающих ее родство есть, а для нас спасаемых сила Божья. И вот мы с Пашей не договаривались. Я не знал, что он мог бы говорить, когда он говорил про ну, из-за сайта это пророчество, да? Льна курящего не угасить. И вот здесь сказано, что слово о кресте, то есть это Евангелие, это сила Божья для нас спасаемых. Сила Божья. И во второй главе, второй, третьей и четвертой стихи, они говорят про апостола Павла, который, придя к Коринфиану, рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и пробовать мое, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Дух святой двигался, когда Павел с силой проповедовал. А сила в чем? В вести о кресте. Сила в Евангелии. В вести о кресте. Когда мы несем людям, которые должны быть осуждены законом, весть об этом милующем царе, о том, что у него много милости, когда Бог там славу своему Моисею ревил, Он сказал, я Бог много милостей. Милующий до тысячи родов. Мы несем людям весть о вот этом милостивом Боге, который не хочет, чтобы грешник погиб. И даже когда грешник запутывается в своей жизни и осужден этим законом, этот милующий Бог готов пожертвовать своим сыном, как Давид молился, кто бы дал мне умиреть вместо тебя. Этот Бог готов сделать так. Вот о таком Боге мы и рассказываем людям вокруг. Но я хочу сказать, что вот эта весть и эта сила, она не нужна только лишь людям вокруг. Она не нужна только нововерующим. Она нужна христианам, которые 20 лет во христе, 15, 10, я не знаю. Евангелие, она нужна нам так же, как в тот день, когда мы умерли. Серега про это говорил. Тогда у него как будто бы силы больше было. Да? Он как эгоист. У него силы больше было. Почему? Потому что он познал сердце Бога. Он Бога больше знал, чем теоретическое, теологическое. Умство у них во всяких там, в размышлениях. Давайте мы в родословиях покопаемся. Клуб греческого языка, любителей или еще чего-то. Я тоже любитель греческого языка. Я к себе это применяю. Я к вам присоединяюсь, нас четверо. Но слово христианам нужно. Нам нужно понимать сердце Отца. Аминь. И когда мы прикасаемся к сердцу Отца, тогда любовь Отца наполняет нас. Аминь. А мы просто распространяем ее вокруг. И так работала Рето, так работает любая церковь, так работают любые христианские какие-то организации, распространяя любовь Христа и ее благоухание на тех, кто вокруг нас. Не по закону, не ища справедливости, не нося ненависть в себе, как о весолом, к своим врагам. И мы не можем от этой ненависти сами избавиться. Она добьет нас. Нам нужен вот этот жертвенный армит, который за нас пойдет на крест. нам он очень нужен. И последнее, опять возвращаясь во вторую книгу царства, говоря о Евангелии, я хочу сказать, что бывает и лжи, и Евангелие. И это тоже описано в 18 главе. 31 стиха. Там Иав, он двух вестников послал к царю Давиду. И вот первый там прибежал, сказал, но сказал, не знаю, что с весолом, а с 31 стиха. Вот пришел Ихусий и сказал Ихусий, добрая весть господину моему царю. Добрая весть, Евангелие. Благая весть, радостная. Господину моему царю, Господь явил тебе ныне правду в избавлении от руки всех восставших против тебя. И сказал царь Хусий, благополучен ли отрок весолом? И сказал Хусий, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя тоже, что постигло отрока. И тогда царь заплакал. Иногда мы думаем, что радость для нашей жизни хорошие новости, если мы чего-то тут добились, если наши враги там были сокрушены, если Бог покарал тех, кто в наших глазах несправедлив. Иногда мы думаем, ну, радость какая. О, как хорошо. Он, все, нас Бог со всех сторон окружает и благословляет. О, как здорово. Но для Бога это не Евангелие. Для сердца Отца это самая печальная новость. И он плачет. Бог ненавидит грех, но он любит грешника. И если бы было по-другому, нас бы здесь не было всех.